Такая дверь, в которую нельзя заходить простым смертным. Посещение святилища это не суетное дело, о чем попросить небо. Идем к святилищу реком. Три слезы Бога упали на землю и одна из них это реком. По тропинке идем, потому что утопланный снег, а справа слева может мегаполисеть. Белоснежный лес, 85 километров от плоти Кавказа, люди приезжают сюда, к месту Силы. Мы идем к мужскому святилищу реком, куда запрещено заходить с женщинам, приближаться к этому. Я забыл сказать, что мы находимся в Северной Осетии, в ревнейшей святилище традиции осетинского народа. Один из родников зимой бьется. Посреди нашей дороги есть мостик, потому что здесь живет ручеек. А летом? Летом, что же он тогда вообще бурный бывает? Да нет, примерно такой же, как и странно. Самое интересное, что он зимой не замерзает. Морозы забывают до 30. Странно. Ну, значит, какая-то энергетика. Тропа идет вдоль реки Цейдон. Тропа хорошая, но правда, когда гололед, наверное, пожилым людям с проблемами с какими-то здоровьем, достаточно сложно идти. Вот еще один мостик. Все это сооружено народом. Никакой государственной помощи тут нет. Никакого государственного участия. Сейчас еще подробнее расскажу. Вот тропинка из леса нас выводит прямо к сокровенному месту. Вот это и есть реку. Рядом со светилищем реку такие огромные валуны, свалившиеся с горы. Такой красивейший родник. Ледяной водопад. Ледяной водопад, да. Место тишины. Так. Да. Обычно прожитывание. Есть проль здесь. Обычно выкидывают на месте. В середине лета здесь проводится пир. Куфт Бастинский. Честь Божества. Как называется? Куфт. Пир. Куфт. Да. Куфт. 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 В 90-е годы полностью все это погибло, сгорело. И энтузиасты сами восстановили. Там позади рекома есть стальной трос. Он через реку протянут на тот берег по дороге. И вот эти бревнышки по одному с помощью этого троса перетягивали на этот берег. Здесь уже все это собиралось окончательно. То есть сначала срубили в Владикавказе. Все собрали. Все проверили. Откуда собственно я не знаю материал. Откуда это честно говоря не скажу. Может даже не местный. Ну рубили там. Потом привезли сюда. Да. Подготовили там. Собрали. Разобрали. Привезли. И здесь уже окончательно все это собрали. Да. Там вон дорога туда подвезли. И переправляли. Собирали. В 90-х годах. И все это народная инициатива. Наверное кто-то был более активным инициатором. Тоже нам неизвестно. Древнее святилище конечно же да. И представлять все это так было бы стыдно. Перед скретками. Перед скретками. кто хотел бы чтобы мы вошли во внутрь этого делать нельзя. Дверь есть, но туда входит кто? Есть избранный человек, которому доверяются и только он. А что там внутри? Не знаю. Неведомо никому? Неизвестно. Посмотрите, вот слева здесь площадка, где обычно столы, стулья, лавочки такие. Вот здесь проходит праздник. Сейчас я под снегом и чуть дальше там видно лавочка. И вот здесь слева тоже видно стол, лавочка. Заметно, да? Да, да. А вон там даже кресло какое-то. Кресло. Сейчас мы туда найдем. Так, три слезы бога упала. Одна это реком, а еще две. Макал Габарта тоже здесь недалеко, на повороте в Тиб. И Таранджелос, по-моему, в Южной Осетии. В Южной Осетии. Бог проронил эти три слезы, когда узнал о смерти Нарта Батраза. Есть такой Нарский эпос. Может, это читал. Вот, как бы, такая вот легенда. Вы видите, куда мы поднимались сегодня? Вот подъемник вот туда наверху. Наш подъемник, где мы сегодня были. Посечение святилища, это не суетное дело. Поэтому вот можно посидеть на этих креслах, подумать о чем попросить, о чем попросить небо. Ну, как и в христианской традиции. Не стоит просить денег, ни в коем случае. Здоровья там, помощи, поддержки, силы. Смотри, какие следы невиданных зверей. Может быть, птичка здесь пролетала. Охотники, добытчики. Очень много. От диких животных. Смотри, сокол сидит. Не просто так. На каждой, я даже не знаю, как сказать, на каждой поля сильнее. Я тоже приношу посильную помощь, зато приношение. Просто денежку бросим, пусть людям пригодится, не знаю, для поддержания памятника. Такая дверь, в которую нельзя заходить простым смертным. Так, территория закрыта для простых смертных, для таких любопытных, как я. Да и для всех. Можно прийти, помолиться, попросить силы, удачи, здоровья. Но обойти и вокруг никто не запрещает. Как интересно. Деревья растут, как бы, как сказать, пучком. Пучком, я не знаю, как они дальше вырастут, когда они станут срослее. Вот она, техническая переправа, по которой доставляли все стройматериалы, которые будут служить в дальнейшем. Я думаю, что это место будет еще более устраиваться. Нет, здесь запрещено строительство. Вообще-то это заповедник. Здесь любые стройки, любое такое техногенное воздействие запрещено. Это у нас будет южная сторона. И вот опять необычное явление. Там, там деревья растут пучком. И здесь тоже. Ой, господи, что ж я громко разговариваю. Здесь нельзя громко разговаривать. Вот я завершаю свой обход. И вот еще один атрибут летнего пира. Вполне возможно, что и в другое время сюда можно прийти. Развести шашлык. А может быть и нет. Не буду утверждать. Вполне может быть, что мое видео подскажет кому-то. поможет, кто давно хотел бы посетить святилище, но в силу каких-то обстоятельств не смог это осуществить ранее. С огромной любовью все это дело сделано, конечно. С огромной. Даже вижу, что люди оставили ножик, оставили стаканчики. Вот мы нашли артефакт современный. Ну, как бы это и древний, да, древний рок. То есть и сто лет назад, и тысячу лет назад, наверное, люди вот так вот и пировали здесь, в рекоме. Когда приходили молиться, когда праздновали, когда праздновали победы. То есть воины, аланы сюда приходили перед походом. И потом возвращались сюда с победой. Возможно, возвращались не все. Ну, или, значит, за души погибших товарищей. И за новые победы. Этот рог здесь хранится, и мы, конечно, его тоже положим обратно. Подальше от зверей и от плохих людей. И не буду я таить, что я попросил. Я попросил силы и здоровья, чтобы мне достало их. Я дожил бы благополучно до свадьбы своей внучки. Большего мне не надо. Спасибо за красоту, за святость.